музыка 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 так друзья посмотрим Так, Сафронов, добрый вечер. Так, вы, видный мужчина, отличный садовод. Авалан, это видный мужчина. Ну, спасибо, вообще-то обнимается. Авалан, видимо, все-таки женщина. Надеюсь. Так, Бухтиярова, приветствую из Казахстана. Парьяс, Селиванова, Самара. Так, поехали. Я спылил старый тополь, но участки дерева никто никогда не обрезал. Но изнутри оно сгнило. Вы говорите, что обрезка глуби дерева. Выходит не совсем ниже, ниже старый тополь. Вы понимаете, старые тополя, они в большинстве своём являются пересаженными. Вот представим себе, что он мог расти сам. Ему может быть 20-30. Я встречал тополя, которым 50 лет, да. Он мог сгнить от старости. Причём тут обрезывание никто не обрезал или не обрезал. Конечно, дикорос, конечно, кому нужно было обрезать. Вот. Но вот этот старый тополь может быть где-то посаженный. А вот когда садят, тут начинается издевательство. Допустим, он пересаженный. Вот, например, 27 миллионов деревьев посадили. Я посмотрел. Очень много было этих фотографий в интернет выставлено. Акция хорошая, полезная очень, чтобы посадить за каждого погибшего на войне. И вообще каждого человека, который погиб во время войны. По дереву. Вот. А садить-то не умеют. Вот брали вот эти же тополя садили. А самое страшное, самое противное, когда садили без кома земли. Например, то, что под руку попадалось. Например, сосны. Штамп им делали. Да ещё без этого, без кома земли. Всё умрёт. Вот. А вообще, дерево делятся на те, которые растут. И никогда их никто не подходил. Оно имеет максимальный срок жизни. Но максимальный срок жизни, даже у дерева, которое никто не трогал, может быть очень короткий. Потому что семечка, когда... Её задача в любом месте зацепиться. А помните, вот я вам, может, в следующий раз покажу, когда деревья атакуют опята, они кажутся, что... А, опята виноваты. Нет, оно было посажено в сырое место. И оно молодое, ему 5-8 лет, а уже весь всё в опятах. И, конечно, его никто не обрезал. Это же лес. Сейчас просто оно не в том месте росло. А если уж идеальное место, да, идеальное, не на болоте посажено, тогда у него максимальный срок. А вот получается так. А если тополь сгнил, то это... То, значит, моя теория не верна. А моя теория что говорит? Когда дерево... А чаще всего, мне даже жалко, что вы, имеется в виду, все садоводы, покупаете в питомниках, на рынках, на обочинах дорог, вот с голыми корнями, это как где-то 95%, а может и 99%. Вот. Конечно, крону все жалеют. Это понятно. Когда посадили, вот этот... Она может выкормить первые дни только десятую часть от всей кроны. Не больше. Вот. Ой, жалко. Давайте я вам на следующем покажу ещё раз. Хоть уже показывал. Что получается, когда низ обрастает ветками, а верх сухой. Это потому, что его никто не обрезал. Я вот такие фотографии приготовил. Вот. Сама теория заключается в том, что если 50% корней осталось на старом месте, значит, как минимум 50% крону надо убрать. Стоит только недополучить новое место, а это голые корни, пока вживутся, пока привыкнут, пока то всё. Начинается частично гибель дерева. Но начинается она изнутри. Это мои многолетние наблюдения. И секатор. И изнутри, снаружи, она обрастает листиками, но мелкими. А многие говорят, да пусть, давайте резать, как со мной спорили, крутейшие садоводы России. Крутейшие уже. Круче не бывает. Как фамилию неудобно говорить. Почему? Потому что я как бы опровергаю их слова. Вот. Пусть год-два порастёт. Обрастёт, корни отрастет. Потому что крона нужна и листья нужны. Но вы посмотрите, какая крона у пересажены. Жалкая, несчастная. Листья мелкие. А самое страшное, что внутри сердцевина начинает умирать. Умершая сердцевина, это мёртвая сердцевина. Стоит появиться любой дырочке. А я вам показывал сотни фотографий. Ещё буду показывать. Стоять на своём. Любой дырочке, которая мороз туда проникает. Он доходит с помощью дырочки. У меня есть такие фотографии. Я разрезал, разрезал, разрезал. Мне только за это надо премию дать хотя бы государству. Или скинуться на коньяк. Потому что резал, разрезал. И что получается? Получается до сердцевины доходит мороз. И доходит мертвичина. И яковья. А вот и грибы, с которыми борются. С которыми бороться бесполезно. Вот. И мертвичина начинает не просто загниваться. А грибы начинают её прорабатывать уже в удобрении. А снаружи нормальное дерево. Вот так я объяснил коротко. Потому что это вопросы-ответы. Так. Антон Сафронов ответил Степану. Не совсем лоббич. Кроме обрезки много проблем у деревьев. Ну да, мы об этом тоже говорили. Надо знать, что ли топали. Слушай, Антон. Сам бы читал лекции. Толковее меня ответил. Ну всё. Вольняйся. Так. И стигнею бухгалтера. А, Вова. Величайший. Как он сыграл этого бухгалтера. Как он сыграл человека наивного. Который, конечно, бухгалтер. Он и должен не доводить, не купить. Это не наше время, когда всю страну разворовали. Это тот бухгалтер. И какое горе было, когда он сказал, я остаюсь. Ну, в общем, ребята, терпите меня дальше. Это, так сказать, мой прообраз. Вы как? А как вы обмолвиваете, что знаете толк жимолосты? Нет. Ни разу куста с обильным положением. В чём секрет? Правильный сорт, правильный ход. Может, подскажете, где взять. Вот что же делать-то? Это надо специально, это минуту. Я не могу коротко. Ток жимолости я знаю о одном. Я умею размножать к черенкованиям. Это да. Почему? Всегда, когда вы приходите на рынок, вам могут предложить. А саженец жимолости. Б саженец малины. В саженец смородины. Г саженец даже шелковицы. Е и так далее до буквы Я. Вот. Но все они нет. Я не так говорю. Очень редко, кто умеет их укоренять, и очень редко их укореняет. Укоренение – это тот же самый клон получается, который я проклинаю в одном случае. А тут наоборот. Кустарник, он чем хорош? Он может его закрыть снегом. Ему надо садить на холод. Ему нужно, особенно там, смородины надо много воды. Я ходил по тундре, и я находил красную смородину. Кусты росли посреди ручья. У них корни прямо плавали в воде. И вот это нормально. И столько у них плюсов получается. Укоренение легкое. И это касается и жимолости в какой-то степени. То есть она легко укореняется. Ну, по железу легко. Она повторяет свои качества. Остается одно. Надо найти жимолость, которая сладкая. А теперь попробуйте найти. Один только пример. Мне привозят жимолость и говорят. Я даже запомнил, откуда. Вот что интересно. Памяти нет. Адресов не знаю. Телефонов не знаю. Этих самых фамилий не помню. Отечество вообще ни о кого не знаю. Так вот. После сотого раза запомню. А здесь получается привезли. Шушинская и говорят. А мы ее привезли саженцами с Сахарина. И дает мне в руку ветку. А она увешана так. Никогда в жизни не видел. И я попробовал слаще. Сладкое абсолютно. А до этого как у меня получилось. У меня три дамы эти, как их называют. Я не могу коротко говорить. Бизнесменши из Новосибирска привезли. Из вас Книла. Не буду говорить фамилию доктора наук. Супер специалиста пожимолостей. Название. Синяя. Синяя поросята. Сластена. Это я два запомнил. Синяя поросята. И дарят мне три куста. И говорят слаще не бывает. У меня выросли кислосадки. Их есть можно. Даже нужно. Витамины. Первая ягода же. С весны. Ну да. Ну опять же под общую. То есть почему-то. А здесь особый был случай. Я сделал, как помню, одиннадцать этих. Ну времени мало. Но два принялись. Я наконец-то у меня сейчас один из два куста. Живолости. Она была сладчайшая. Она была невероятна. Они мне ветку привезли. Ну пусть одну. Но она была... И опять подошла. Или потому что ее надо было отдельно садить. Какой я хрен специалист. Вот сейчас вы говорите. Что толк знаю. Или отдельно садить надо было. Я посадил с этими же поросятами. Совсем. Они оказались не с чисто сладкой. И кисто сладкой. И моя вот эта сахаринская тоже стала такой же. Да есть можно. Едим. У меня есть фотография. Там невестка вот с таким этим была. И все равно урожай средненький. Никакого такого изобилия я так и не видел. А вы говорите, я толк знаю. Главное, что знаю, как укоренять. И получилось все равно не сохранилось. Даже укоренен и не сохранилось вадить. А может соседи. А дальше надо знать про пыление. А я посадил и забыл. Вот извините, вы не туда попали. А где взять? Где взять? Ну Татьяна Александровна посадила там два десятка этих. Ну как посадила? Воткнула в землю, накрыла бутылками. А я ее тренирую просто. Фильм сняли. Скоро выйдет только не у нас. А Галкин сад есть такой сайт. Поищите там. Там про укоренение. Потому что я раз фильм отправил туда, а условие было такое. У меня подписчиков близко к нулю. У нее, значит, четверть миллиона. Я думаю, ну пускай. А на условия больше нигде. Вот и все. И получается, у нее вы можете увидеть, как укоренять. А я уже не могу сказать, как укоренять. Пока фильм снять. А то есть, это самое. Фильм ей принадлежит. Вот, подарил. А что касается вот этот момент, наверное, надо кого-то еще найти, кто в живомости разбирается. Вот, потому что все, что я, где взять, получается, ну что, Татьяна 10-20 кустов вырастет, и то это будет только осень следующего года. А где сейчас же? А в нашей стране, где одна, это, вранье? Я не знаю. Так, вот, на классиках есть группа. Сад, дача, огород. И там пропагандируют дикие приемы агротехники. Я писал комментарии, разъяснял людям, что их учат уничтожать в сады. И что, чтобы мы ее заявили, по отношению Морган, хозяев группы, заявили, что автор статьи ученые и авторитетные люди. Я попросил, чтобы авторы оставляли свои контакты. Это данные комментарии. Все удалили, я отписался от них. Вот это, я с этого и начал, да. Я только одного понять не могу. Здесь я вижу всегда только корысть. Корысть. Я до сих пор не знаю, вот я так, все забываю Антона спросить, забываю спросить, оценка Павла. Что эти лайки дают, я до сих пор. Вы заметили, я ни разу в жизни не сказал, ни разу. Сотни фильмов. Ставьте лайки. Я даже не знаю, зачем их ставят. Я знаю, что многие... А, значит, это же несколько сайтов, которые меня уважают, которые даже где-то мои повторяют приемы. И я нахожу те же самые ворованные фотографии. И то же самое, самое страшное, вот эта фирма Бекер, самая подлая. Кстати, поздравляю, я про них долго молчал. Опять эту же фотографию, теперь же Бекер. Они же рисовали груши, помните? Рисуют, 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 стакановидные. А тут все-таки решили одну взять натуральную. И взяли мою. Теперь, ребята, я опять буду вас пинать, ноги вытирать, плевать на вас. Потому что вы предатели. Вы делаете то, что это... Вы ссылаете людям то, что умрет 100%. Вот так вот. А самое страшное, что даже я заметил, что хорошие сайты, полноценные, а они все равно, они же лепят любую рекламу. Им плевать, что в это время человек, который попадет на их сайт, а там моя статья толковая, а тут же сбоку нажал, а там Бекер написано. И опять после этого заказал то, чего не то, что там обрезать ветки или не обрезать, они вообще сразу сдохнут. Прямо с посылки. Они сдохнут, то зимой точно сдохнут. Идем дальше. Вот, пожалуйста, удалили, все. Еще раз говорю, есть только корысть. Александр, присмотрись, с новым канадским сортам жимолости. Сортовая лейка. Особенно эти так... Смотреть-то можно. Идем, блядь. Чтобы ягоды хорошо завязывались, нужно пять куст. Я читал про прекрасное плене, но получается, что у меня зло берется в мою. Сладчайшую. Это мой уникальный опыт. Вот привезли же. Вот два куста. И сейчас два раза стали кистосладкой. Но еще говорят, а это же не потом столь кистосладкой, а еще говорят, что телегонии не существует. Существует? Хотите это... Ой, неудобно сейчас. Нет, давайте уже. Нет, да. Ну ладно, давайте дальше. А то я бы набрал телегонию, вы узнали, что я не существует. А у меня испортили это, жимолость. Синяя поросята испортили эту, Сахаринскую. Идем дальше. Так, канадская жимолость Бориал высылает Сады России. Правда, не дешево. Вот. Знаете, комментировать Сады России. Это еще дешево. Есть по 1000 рублей. Возьмите на группу, расчеринкуйте. А, то есть, Антон, вы молодец. Расчеринкуйте, окупится тем, что если сажа не сильно дохлая окажется, тогда получится с одного, пять, десять. Запросто. Так, безобидно вам, Домичуин, еще 30. А, ну это какие обиды. Мне, это ладно там, что до Мичурина 30 отработает. Значит, в один ряд поставили с Мичуриным. Да. Дай вам Бог прожить, поработать столько, чтобы достичь такой мудрости, как он. Ну, знаете как, как сказать-то. Я сейчас должен как-то говорить, не, я не дурак. А вот Мичурин сказал, что, допустим, этим, подставка на холодостойке о подвое не увеличит морозостойка саженцев. А у нас в Сибири, вот, что я скажу? Понимаете, что одна фраза. Вот он 30 лет работал, а потом говорит, я ошибся. Все, что Грель меня научил, а это 19 век, да, что у меня погибли все привыкли. Ну, что я был идеал. Я должен был, что, не ходить в лес и не собирать эти Сибирьки, то есть не выкапывать Сибирьки, не плевать на них вот эти, вы видели, вот эти яблоки. И семечко надо было мне вырастить, что ли. Это яблоко. Да, оно бы сгаряло, это. И на второй, третий год было бы мертво. Если семечко. А я привел на Сибирьки, они у меня сейчас вот это растут. Сейчас только угощал. Ну. А Мичурин сказал, что это невозможно. И Сибирьки не горятся, как подумают. Ну. А то, что дали прожить, еще столько же, за это спасибо. А вы понимаете, ничего однозначно его нет. Так. Кстати, ой, спасибо вам, Степан. Я ведь чувствую, что это не то говорю. Я же так уважаю Мичурина, потому что я за свою жизнь, я работал металлургом. Когда я вышел на пенсию, вы знаете, кем я работал? Сказать? На полставки, подработка в двух садиках, догадайтесь с кем. И так много лет. Нищета. Какое там садоводство? Ну. Куда мне до Мичурина-то? Я потом, я когда понял, что большую часть работ делать, которые пропагандируют, вообще не надо. И чем меньше я работал, тем больше у меня получалось удачь, да? Тем меньше я в саду. Ну, минимум какой-то все равно надо. Траву покосить. Вот. Например, прививку сделать. Ну, это ладно. Но это дело-то в том, что я сделал меньше Мичурина в 10 раз. Мне не 30 лет надо, а 300. Чтобы все это повторить. Но я не буду заниматься царападусом. То есть, мне же как говорили? Помните, это такое не злое письмо, а такое. Вы почему не занимаетесь этим самым, как называется, гибридизацией яблок и груши? На хрена мне, извините, яблоко великолепно, груши великолепно. А почему я должен заниматься гибридизацией слива с абрикосом? Да пусть будет слива слива, слива, абрикос, абрикосом. Это совершенное творение. Мичурин, молодец, он раздвинул границы. Она дала как? Я потом продлил дальше-то. Не дальше я достал Мичурина, но это эволюция. Мичурин придумал насыщение менторов. Мы об этом уже в десятке этих говорили. А я придумал насыщение менторов. Это просто следующий шарок за ним. Был бы Мичурин жив, или я в его времени. Мы договорились бы и дальше бы. Фаина, это же что? Тройной гибрид. Это ладно, считается, что, например, вегетативной гибридизации с помощью привыкли не существует. А еще дальше. А ведь фактически, когда я Фаину сделал, я же откуда знал, что я Мичурина повторил. Но дело-то в том, что у меня подвой-то супер-маразостойки, а Мичурин сказал, что это не это самое. Что невозможно увеличить. А здесь плоды 100 граммовые, не замерзают. Минус 40, ну, бывает пропустят урожай. Понимаете, дело не в том, что кто из нас круче. Дело в том, что получилось так, что, как сказать, вот мы идем, да, я не знал про Мичурина. Вот так вот. У него свой путь, у меня свой. А потом, ой! Я как-то обошелся без его учебы. Без его учебы. Ну, так получилось. Пытался осознать, почему он на Сибири перестал... Почему с какого-то момента плоды стали укропляться. А во времена Мичурина и у него в саду, вы знаете, сколько было этих искалечных деревьев? Сколько бы он ни работал, он же это самое... Параллельно же идет... Деревья-то больные, получается. Я же показывал же. Фильм снятый при Мичурине, при живом. Те же изувеченные деревья. Ладно, я завелся, зря, наверное. Но Мичурин для меня идеал, потому что жить таких узких, когда он жил, когда непонятно от этого, от возвеличивания до расстрела. Вспомните Лысенко, вспомните Вавилова. Один шаг. Нам-то не снится такое. Тут сиди и это самое. Делай все, что хочешь. Так. Скажи, товарищ, как создать треногое дерево? Ой, у меня есть такое фотографии. Чернобаев создал. А как создать? Берете основное дерево. Допустим, рядом еще два. Посадили. А потом вживляете с помощью такой особой прививки под корову. Что особенно? Надо привить три саженца, растущих рядом мостиком. А где? Вот следующий. А, я же не могу сейчас прочитать. Вот, вот, вот. Правильно, Андрей. Так. Доброго вам здравия. Спасибо, Сергей. Сергей, я на всю жизнь буду вам благодарен. Невероятно. Из там 90 моих вебинаров вы создали, наверное, полтысячи мини-фильмов, которые очень удобно смотреть, потому что разбиты по телу. Вот. Это, фактически, это подвиг. Полтысячи фильмов. Это... У меня слов нет. Я все думал, на каком фильме вы остановитесь. Вы такое, это самое... Как сказать? Это настоящий подвиг. Так. Я за Елену Савельевичу. Так. Ну что, Елена? Все. Теперь отступать некуда. Мне понравилась жимолость из Бокчара. Сибирячка Бокчарский. Великан написал прямо у них. Я про Бокчарский этот... Очень много слышал. Они как раз жимолостью занимаются. Они как раз жимолостью занимаются. Да. Я не догадался посоветовать. Почему? Я никогда не видел их саженцев. Я никогда не пробовал их эти плоды жимолости. Ну, поверьте, Тамаре Колодиной. Для этого и вебинары. Здравствуйте, я из Сумы, Украина. Мой отец имел на садовом участке дерево груши, которое подносило круглый год. Дерево много лет подносило, теперь сохнет. Как его спасти? Ну, круглый год это громко сказано. Вряд ли. На Украине нет, что ли, зимы? Нет, дело не в этом. Когда-то же цвести надо. Я за свою жизнь встретил только одно дерево, которое отцвело и плодоносило. Три урожая давалось за сибирское лето. А за уникальный случай, вот только один раз в жизни. Или вот ваша фотография, да, яблоко висит, и тут же рядом цветок цветет. А здесь, может быть, немножко некорректно, потому что круглый год так плодоносило круглый год. Вот, и может отсвести когда-то надо. А если вот такой случай, как я, встретил, да, одни цветут, другие плодоносит все одновременно. Вот. Нечто подобное есть, это надо отдельно разбираться. Или это урод, или это наше прошлое, когда был райский сад. Круглый год, и все. Может быть, это и есть основа. А потом, когда произошло отечеяние, какие выживали? Которые спали, а значит, не замерзали. Так, возможно, вот эта груша, мы как бы, конечно, мы предполагаем, конечно, мы не говорим, что это точно. Может быть, это самое близкое к родному, к прошлому. Когда-то же деревья из райского сада попали на землю же, правильно? Вот. А тут круглый год. И он и сохранил такую особенность. Возможно, она уникальна настолько, что, может быть, это первый случай, когда мы узнаем про такое дерево. Поэтому я же не говорю, что оно не плодоносит круглый год. Ну, например, можно хотя бы верить. Хотелось бы верить. Ну, да. Теперь, что тут написано? Как его спасти? Ну, сохнет, возможно, вы же сами пишите много лет. Вот. Тем более, когда оно хорошо плодоносит, оно надрывается быстрее, в среднем. Раз оно так, значит, надо его переносить на другие деревья. Вот. Первый вариант. Сильнейшая обрезка. Она же послужит и омоложению дерева. Тут уже жалеть нельзя, расслуживая. Оставляете 20% кроме. Не отрезайте мелочи, как вот эти вот, чуть не обозванных, да? Вот. А всю мелочь оставляйте. Навсегда. Берете в несколько огромных, самых скелетных, крупных веток. Первый я расстрою третий. Берете бензопилу, старую, тут уже жалеть не надо. И оставляете только примерно 20-30 сантиметров. Вот такие вот огрызки. Торцы замазывали краской. И ждете чуда. Выбросит новые побеги. Омолодится. Если она не... Она может просто умереть. Из-за того, что пора пришла. Из-за того, что сильнейшая обрезка, это калечение дерева. В Украине тоже морозы бывают. Вот. Но если выживет, выбросит новые побеги, еще 2-3 года поблодносит, но тут уж давайте бегом переносить его уникальное дерево на другие подвои. Вот мой ответ. Так. У меня наилучшая схожесть в вашу хвостику сорта жердель. О, это Украина. Жердель я оттуда привез. 12 из 20. Прошу более полное описание этого сорта и его свойств. Как же мне быть-то? Я забуду. Я сейчас пообещаю. Я забуду. Мне надо же потом это. На следующем фотографии предъявлю. Крупный план. Эти самые. Плоды. Вот. Его сорта. А если полное описание? Я же не могу вот так. Хотите полное описание? 20 грамм. Кисло-сладкие. Но съедобные. Вот. Это описание плодов. Ну, а если сорт надо, тут уж извините, надо долго говорить. Что лучше делать? А, кстати, у вас же косточки пошли. Знаете, бояться, что они станут еще мельче детей невозможно. Наоборот. Надо ждать чуда. Первое. Это с Украины. Эти деревья тысячи лет, ну, по крайней мере, сотни, сколько они появились в Украине, никто ни разу не привел. На то оно и жердель. Раз. Значит, мельче и быть невозможно. Но. Если бы там посадить. Тут сложнее все. Мы с вами учимся. Если это Украина, там, да. Переезжая в Сибирь, зараза чувствуется более суровый климат. Так. Или уже нанюхались у меня, косвиськи, сурового этого климата. И они могут снять еще мельче у меня. А, ну, они у меня, по крайней мере, как полукультурные, вполне приличные. Так. Или, а вокруг них растет рядом академик с огромными плодами. О, ближе всех. Теперь представим себе, что он нанюхался. Или это я называю телегония. То есть, опыление без зачатия. Так. Просто, как сказать, ну, так мягко. Беспорядочная плодовая связь. Или, все-таки, а вдруг эти косточки, это, имеет два отца. Моя жерда. И, может быть, не обязательно это с огромными плодами. Между ними может быть стоять генетическая несовместимость. А хотя бы 30, 40, 50 граммов плодов, которые вокруг полно. Там уже не растут, как густа очень. Так. Вот. И у вас они могут получиться гораздо лучше. Вот. Теперь. Что лучше с ними делать? Привить. А, что лучше? Не трогать. Это чисто, я говорю, как селекционер. Я бы не трогал. А вам же не хочется? А вдруг они будут, в самом деле, не вот такие? То есть, папа, мама, средняя репетическая, допустим. Или, например, пойдут в папу. Вот такие. Если вдруг все-таки опылил академик. А может быть, они останутся вот такими вот. Тогда все-таки привать. Вот. Они достаточно морозстойкие. В Сибири пожили. Хотя, конечно, Херсонская область это не Сибирь. Все-таки предки получаются с Херсонской области. Так же. Вот. Но если прививать, что вы дальше пишите? Привить более крупноплодное. Зашли Серафим, Королевский, Бай, Сен-Можир. Ну, крупноплодное, но мы об этом говорили. Привайте, что-то получится среднеархметическое. Вы можете рассчитывать, если привете Королевский, на 30-ти граммовые плоды, на 40-ти, на 50-ти можете даже. Больше вряд ли. Вот. Все-таки основное дерево это подвой. вот. Ну, кто бы сказал, что нельзя. Или оставить как самоплодное, вы спрашиваете. Или 50-ти, 12 штук. А я в таких случаях так говорю, а привейте все 12, а которые не пойдут, уже тогда не трогайте. Но это мой вариант. Так, Сергей, если весной срезать черенки и сразу привить на Сибирку, толк будет? В чем плюс и минус заготовки черенков? Значит, плюс и минус, я живу в Сибири. Я могу, у меня было 2 40 градуса зимы, да? Вот. Я оставил опыты. Я срезал. Ну, в ноябре, декабре можно не срезать, проверять нечего. Все живые. А я проверял в марте, в апреле. И вы знаете, у меня как получалось, чтобы совсем мертвые черенки, почти редкий случай, а чаще было как? Ветка стоит, а из 10 почек прошла одна. Да, я молодец, я новую теорию из-за этого придумал. Называется селекционное клонирование, то есть та почка, наверное, она же в середке, и выше нее мертва, ниже мертва. Ой, это нельзя отвлекаться. Это целая теория, это же мировое открытие. А тут мы про чем говорим? Про то, что весной заготовили черенки, они будут полмертвые. Вот самый короткий твит. Лучше не рисковать. Даже если вы живете где-то в теплых относительно краях, ну, скажем так, южнее линии Москва, там, Челябинск, к примеру, да, вот, это значит, что она, а по идее, она должна бы выдержать морозы. И почему бы не срезать весной? Зачем это? Зимой тоже хранить трудно. Могут сгнить, мыши едят, могут высохнуть, тоже проблемы. Ну, надо посадить зиму, и вдруг однажды, как не однажды, крутейший садовод России, профессионал, вот, настоящий, не любитель, прислал мне мертвые эти, абрикосы с мертвыми почками. Я ему звонил, ну, что ж такое-то, я ей деньги заплатил. Его ответ. А у нас до Нового года трава была зеленая. А вот. А потом раз мороз ударил. То есть, деревни подготовились. И что было в таком случае весной? Он весной срезал, честно. Может, он не видел, что они мертвые. Посылки они почернели. То есть, есть два пути. Не боитесь, оптимист, вот, значит, режьте весной. Я не могу себе только русских позволить. А тем более, я продаю их. Я только в ноябре, в ноябре, декабре режу. Так, ответил нет. Здравствуйте, Игорь Васильевич. Мне очень хорошо Матвеева. Ну, что сказать. Здравствуйте. Вот. Я так вашу семью уважаю. Слов нет. Мне очень влезли семена ваших крупноплодных яблок. 80 носу через полметра крепенькие, все по 60. А что дальше делать? Оставить до плодоношения, а вдруг все будет очень хорошее. И с хвостик смеси новей манджурца зашли 4, но все разные. Оставлю все. Ну, тут вы сами решили. Один из них начнет не кустиком, а одной веткой. А это бывает и кустиком, и веткой. Значит, будет культурно. Нет, не поэтому, что это. Кустиком это не значит, что он будет культурно. Это значит, что он раньше заплодоносить должен. где чуть-чуть деревцу, семечку некомфортно. Если комфортно, первый год дает не важно что, ровную вертикальную ветку. С этого начинается. И вдруг смотришь, она начинает сразу куститься. Караул, скорее дать потомство. Вот. Она не знает, что, может, место немножко не то. Ей некомфортно, она сразу стремится дать потомство. Ничего, как правило, те же вы и те. Тем более, если мои. Так, привать-то умею, но как бы не испортить. Нет, все-таки вы сами решайте, что надо делать. В таких случаях, знаете как, если я не знаю, что там из них вырастет. Во или во. И наконец приведу, так, наконец-то приведу пример, я это. Не зря же Мичурина вы вспомнили. Вот смотрите, есть море примеров, когда скульптурных семечек, вот как у вас, Елена, или там косточек вырастает, а мы их много привели, особенно я за свои переживаю. Почему? Они привиты у меня все на дикари. А мне хочется, чтобы у вас косточек без прививки, многие не хотят прививать. И вариант, или я им пообещаю, что они не будут дикарями, и тогда купят, я заработаю, или я скажу нет, и Анна Кукиш покажет, и моя принципиальность. И уже когда у меня начало получаться, когда мы и по двое перестали портить, мягко, ну помните слово портить, это письме было, вот, я наткнулся на Мичурина, у меня есть такая игра, я смотрел не более 10-12 раз. Присылают мне вот такие, Том Мичурина, это я вот еще как бы доспориваю с тем человеком, до которого мне 30 лет до Мичурина. Значит, толстенная книга, там его избранная. Я что делаю? Я вот так беру, открываю, и все. И оказывается на том месте, которое мне надо. Вот одно из таких местов. Это очень важно, ребята, я не болтаю, не болтаю просто так. Цитирую Мичурина практически дословно. Значит, яблоня Антоновка. Он с нее взял семечки с плодов Антоновки. Вырастил дикие эти, яблоньки. Он сделал вывод, что причина в том, и это четко обозначено, что она была привита на дикую яблоню. Значит, качество дикой яблоней через культурную побег, то есть прививку, передались семечками. И они снова стали дикими, когда он посадил. Вот тебе здрасте. Ну, а я-то все на дикарях. И что теперь получается? Получается, что она, это, Елена Матвеева вырастет. Вот. Мои крупноплодных яблонь семена вырастет. Что, дикари будут? А вот, вот, я Елена Матвеева. Я один не мог охотить. Как меня упрекали. А вы почему этим не занимались? Что это? Мне только вот надо гибрид яблоней кушевать. Вот больше делать нечего. Это огромная, самостоятельная работа, которой целостью должен заниматься. Целиком. И там уже сотни, сотни посадок этих. Вот. А мне, почему я? А я вам говорю, Елена, когда-то они у вас, а я же эти яблоня. Все на Сибирка. Все. Я от ранее так отказался сто лет назад. Все на Сибирка. Что у вас вырастет? А какой вкус будет? С этим и получилось. Но я не переживаю за манчжурца. Он давно перестал быть диким. Он стал... Он стал... Да. То есть, он фактически не портит. Если я на него привил абрикос 50 грамм, он получает 80 грамм. Не то, что не портит, что-то все комфортно. Он как бы почувствовал себя не сильно в раю, а в Италии. Не зря, Шур. Ну так. Я же не зря показывал фотографии. Вот такие мои объяснения. Сегодня все это понесло меня... Ой-ой-ой. Так. Скоро 3 часа закончится. Круглый год плодносило, потому что у него были прививки разных сортов. Не, ну простите. Если вы правы. Круглый год это прямо совсем... Ну, получается, что у вас, допустим, осенью зацвела и прямо в феврале, даже не в феврале, там в декабре, в январе на нем были уже плодики. Нет, что-то... Я на Украине жил. Нет, что-то не то. Но я не буду придираться. Мало, я еще раз говорю. В жизни все бывает. Если ничему не верить, то ничего не вырастешь. Может, вы правы. Так. Сергей. Здравствуйте. Миссарцы посажены в этом году из-за жиры на некоторых сухих листьях. Не должно быть сухих листьев. Жил в Харьковской области. Надо ли деревья поливать через день? Деревья надо поливать не через день, не через два, а по мере необходимости. Прошел дождь, чего его поливать? Смотрите, какая почва. Вот и все. А почему они это? Именно через день. Самый дикий случай у меня произошел, когда научный сотрудник, вот, новосибирский воскнил, пишет мне, Валерий Константинович, нет, звонок был, наверное, потому что в то время интернета не было. Еще в те благословенные времена, а я 50-х уже много, до интернета. Вот. Валерий Константинович, а я тогда еще, это, с дерьмом смешал в лунный календарь. Валерий Константинович, я не это, у меня на балконе стоят две груши, я с листьями купил на рынке. Листья чернеют, я не могу посадить, лунный календарь запретил. Вот это наш уровень, так ведь? А почему я об этом упомянул? Вот. Вы говорите, надо ли поливать через день? Может, тоже где-то написано, что какой-то день может быть? Через день. Почему через день? А вдруг три дня дожди. А может быть, неделя за... У меня такая почва, хоть каждый день поливают, тут же раз и нету. Все ушло. Но мне не бывает, что без этого сухие были. Вот. У меня там я этих, первые, я же рассказывал, первые косточки, первые в этом году, за всю жизнь, я посадил косточки 100-граммовых этих, академиков. Они взошли, ну, кроме одной, там, может быть, пустое место, да. Немножко, десятка-полтора, я показывал, фотографии показывал. Вот. Они так плохо растут, они сейчас вот такие вот, это совершенно не похоже на манджурцы, которые говорят. Вот, а что вы хотите? Ну, что вы хотите? Культурные. Культурные, да. Как можно так выживать? А я же не полил ни разу. Бочка стоит, рядом, даже на фотографии видно. Сейчас скажут, поливаешь? Нет. Вот. Тут надо просто, это, не должны бы они сохнуть. Тут сухие, если они сохнут, это, возможно, они по другой причине, гибнут, но по другой причине. Так, теперь, что-то дальше. Надо ли поливать, и те дерева, чьи листья засохли, погибли, или могут на следующий год ожить, пустить новые побеги. Значит, ничего не делайте. Засохли, засохли. Следующая весна покажет, что надо оживет, что не надо, не оживет. Отрывать не надо. Просто не подходите к дереву, ваша задача. Посмотрим. То есть, в жизни бывают такие, что начиная с креста, у которого, по-моему, смоковница ожила. Так было, по-моему, в Библии. Ой, жалко меня. Только не ругайте меня, друзья, священнослужители. Читал, но память подводит. Вас или Сергею заказать привитые саженцы яблони, еще можно в актовый метод работы, не дай вовремя. Вот, Сергей Дьяков. Леша у Сергея. Я показывал. Ходили. Ни одного признаки. Кругом бушует все. Унистяжается последний дерево. Бактериальный рак. Ну, вы посмотрите. Я сам не верю. А привитые деревья, это тот же коллег. Я говорю, не трогайте деревья, дольше проживут. Но ведь это как? Вот. Ну, и потом, все-таки, такие случаи, чтобы кто-то сказал, дерево погибло, они такие редкие. Давайте к Сергею. Вот. А на счет можно? Да не можно, а нужно. Сергей в отчаянии из-за того, что не смог продать саженцы, он уже в магазин купил. Сейчас еще меньше внимания будет, а то и вообще бросит. А какие у нас планы были, а как селекция? Все, ребята, кончилось у нас последнее письмо. Вот каталог семян. Хотите, чтобы мы еще продержались с Антоном Валерьевичем? Нажимайте, заказывайте. Самое интересное, вот это 1000 рублей. 48. Хоть манджурцы, но 20-30 деревьев практически, гранит. Ну, у Сергея же питомник забит этим. Как сеянцы, вот так вот растут, как это. Особенно это абрикос касается. Отработанная технология. Схожесть великолепная. Так что, нажимайте. А, я еще говорю, я не это, лайки не надо, то есть, я такой крутой. Вы просто это по-другому делаете. А теперь, а теперь наоборот, нажмите, пожалуйста, на каталог семян. Вот. И не пожалеете. Да и дело даже не у вас. Кто хотел, тот у меня давно выписал. И уже фотографии шли от плодов. Просто вокруг нас пустыня. Вот из-за чего. Ну, я же своему брату, любимому, Юрию Владимировичу, железу выслал косточки. Я думал, он пошлет меня куда-то. Он взял половину, отдал соседу. Сосед уже два года абрикосы. А он только первый год. Ну, ведь это же так просто. Ну, что там о Костромах? Кто там слышал про эти абрикосы? А? Ну, да. Ну, да. Ну, и так просто. Ну, друзья и знакомые, родственники в школу бы отнесли. Кто там бы. Кто там бы и хорошее дело сделал. Ну, что, друзья. Все. До свидания. Я надеюсь, сегодняшний финал будет. Я вам рассказал половину того, что хотел. А дальше очень серьезные дела. Вот. Очень серьезные. Надо во всем продолжать. Я чувствую, что я долго еще не остановлюсь. Я сейчас только заикнулся про то, что веточку поставил. Одна почка пошла. Все мертвые. Попробуйте угадать, какая из них самая мертвые. А наука говорит, а мне уже по-моему, дебили. У всех в ков этих мы же прививаем много почек. Десятки, сотни, тысячи, миллионы. Мертвые. оказывается, на все ветки у всех почек одинаковые. Так. У вас красный лимон? Да. Что, одинаковые? Да нет, конечно. Ну, так елки палкин. Все. Не зря, что-то написано про вас, что там было. Я за Елену Савельевичу. Фух. Так, друзья, до свидания. Спокойной ночи. До следующего понедельника. До свидания. Всего доброго. до встречи. До встречи. Давай. Может, кто-то еще напишет. А, кто-то что-то напишет. Да, да, да. Я потом постараюсь скопировать и на несколько, друзья, на несколько вопросов вам ответить, которые коротко-то не ответить. Ну, правда, я на них уже отвечал. Ну, Новички. Пока.